так что такое духовно эзотерическое особенность человека который живет в обычной жизни вообще еще несколько слов раз уже заговорили или начали говорить о семье когда мужчина и женщина начинает встречаться не в неважно по каким причинам они начинают жить потом в дальнейшем то есть очень часто эгоизм внутренний у человека особый характер так одни женщины там могут мстить и кричать обижаться вытаращивать глаза вести себя неадекват такие же бывают мужчины то есть они могут проявлять агрессию крик там и так далее то в этом случае есть такое понятие почему это происходит почему это происходит я сейчас нарисую круг в этом круге живет мужчина и женщина в этом круге живет мужчина и женщина когда они живут совместно то здесь появляется завихрение обычно это завихрение против часовой стрелки создается вокруг женщины и мужчины и это создается в виде желание которое создает женщина потому что женщина как правило она создает больше желаний чем мужчина мужчина имеет одно желание он хочет интимных отношений со своей женщиной ему там главное поесть главное заработать а ей то надо еще и желание то есть она хочет и машину и квартиру красивую хочет еще там детей и хочет еще от нас но всего она хочет она создает вот такой эффект пирамиды вокруг нее очень активно начинает кружиться энергия данная энергия она ментально начинает из внешнего мира привлекать или как магнит притягивать определенные события данные события они должны решить задачу появление у нее ее желания смотрите как это происходит вот здесь у нее задача эта задача условно ее можно написать дом она хочет большой дом вот она мечтает каждый день с утра до ночи о том что будет дом вокруг нее появляется энергия или энергетическая аура ей необходимо добавить вот сюда энергию в энергетическую ауру когда она мечтает о доме то он начинает на нее кидаться почему когда человек злится кричит он выделяет энергию аж потеет иногда то есть он начинает кричать на нее обижаться можешь включить экран он начинает кричать обижаться там что-то создавать у и она в этот момент как бы ни странно это звучало может это выбрызнуть то есть начать страдать а может не выбрызнуть а начинать радоваться почему дело в том что в этот момент происходит процесс такой смотрите у родителей не было дома у знакомых не было дома ни у кого не было дома она дом хочет тогда она должна это получить но рассчитаться ведь у родителей не было потому что долг был какой-то какой духовный был долг прожить в нищете этом в бедности какой-либо кармический долг и за него нужно рассчитываться чем нервами нервами поэтому если женщина если вы хотите дом он орет на вас говорите я на него не обижаюсь он хороший он не сможет заработать на дому я его обожаю тогда вы перейдете к тому что вы этот дом получите через элемент радости второй вариант я переживаю нервничаю но все равно молчу терплю вы получите дом через процесс который называется стенания таким образом один и тот же человек может быть и по-другому он может вас обожать то есть любить говорит какая вы хорошая там и так далее это тоже создаст элемент накопления энергии вы потом начнете бурчать кидаться у него наверно тоже мечты эти мечты будут у него реализовываться так работает система накопления энергии которые необходимо как тетива и лук а ваша мечта как стрела совет совет мой звучит так те эмоции которые вы получаете ваша жизни негативные когда кто-то кричит на вас обижается ненавидит буллит вредничает и так далее в этот момент это все перекладывайте и говорите что я это все что сейчас получил свой адрес все свои нервы психи я посвящаю своей задачи придумайте какую-то мега задачу купить дом или купить детям квартиры или там решить имущественные вопросы или какие-либо еще здоровью можно посвящать говорите мой он хороший то есть отделяйте саму энергию от человека тот момент когда он там нехорошо к вам относился скажите я его все равно люблю он хороший а это все где я обижаюсь посвящаю быстрому приобретению и дальше произнесите что таким образом то что вы хотите быстро без очереди придет к вам духовная в этом случае это выбор человек может жить по принципу стенания и по принципу радости выбирая радость вы живете духовно что еще такое быть духовным человеком духовный тире значит добрый любые заповеди которые о которых говорил иисус христос их семь было они отличаются от иудейских заповедей которые моисей на скрижалях вынис среди которых обрезания там и так далее шаббат то есть они отличаются те 11 заповедей там где не объедаться и так далее отличаются от 7-ми которые сказал иисус христос нам не уби не укради неприлюбодействует таким образом можно сказать что как бы рассматривая заповеди иисуса христа можно сказать что все эти заповеди это предательство любви убил предал любовь допустим украл предал человека то есть предал человека сам бы мог также зарабатывать сам бы мог также работать предательство человека который заработал предательство его семьи таким образом можно сказать что эти семь заповеди это хитрости предательство любви поэтому духовность предательство даже не любви нет не любви я неправильно сказал предательство доброты украл предал доброту отнесся по злому прелюбодействовал предал доброту по отношению человека потому что там переспал забыл человек потом переживал вот в чем дело это все предательство доброты и по моему мнению духовность является элементом безвозмездной бесконечной просто так возникающий никуда не девающийся внутренней доброты которую в себе человек должен культивировать взращивать и ощущать это очень важно знать что ты добрый человек добрый человек служащий доброму богу какому это не имеет значения у каждого свой таким образом мой бог добрый я служу доброму богу почему не злому злой бог это бог который другой то есть все что миром управляет это желание одного человека иметь в свою сторону проявления доброты таким образом и нежелание проявления хитрости таким образом все заблуждения человечества которые на сегодняшний день происходят исключительно касаются того что люди для того чтобы быть счастливыми хотят чтобы по отношению к ним доброта проявлялась но не хотят эту доброту в себе культивировать находить и проявлять ее кому-либо вот это драма и трагедия того мира в котором мы живем по моему мнению это и называется духовностью если бы весь мир был добрым в мире бы царила духовность мир